Дмитрий Курящий из окна Дмитрий Курящий из окна Дмитрий Курящий из окна Я надеюсь, его никто не спер Да, по-моему, он по-прежнему валяется Давайте попробуем Лейтенант поправляет очки и делает глубокий вдох Пункт 2. Результаты осмотра органов Центральная нервная система, произносит лейтенант и резко обрывает сам себя Понятия не имею, что сказать У вас есть какие-нибудь мысли по поводу его центральной нервной системы? Ты даже шутку придумать не можешь Хм... Блин Неа... Нет сведений Опорно-двигательная система Жидкие продукты разложения вытекают изо рта Он наклоняется ближе к отекшему ротовому отверстию, щуря глаза от невыносимого запаха Это не является результатом травмы Глаза и язык опухоли, подъязычная кость Посмотрим Практически полностью закрыв глаза Лейтенант кладет руку на горло трупа и начинает осторожно массировать Изо рта покойника вырывается гнилая воня по губам Начинает течь черная и густая жижа На дырочи этого козла Не казалось ли он там в конце слова «вискос» сказал в предыдущий раз Где жижа должно было быть Может быть, вискос переводится как «жижа»? Надо отдать должное, кстати У меня никогда не было котов или кошек, хотя их в принципе довольно люблю Я даже не знаю, вискос это все-таки жижа или сухой корм Ну не знаю Рекламу я уже забыл, давно не видел Подъязычная кость раздроблена Произносит он через некоторое время Остальные части опорно-двигательной системы не повреждены И не имеют отличительных признаков Дыхательная система Согнув спину, будто в молитве он начинает раздвигать щелести мертвеца Затем делает паузу и напрягает обе руки В ротовой полости повреждения отсутствуют Часть зубов заменена на протезы Видимо, после боевого ранения Присутствует отек На слизистой рта и губ следы кровотечения С твоего места труп выглядит как кричащий клоун Сухожилия между челюстями разорваны Сильные руки лейтенанта даже выдрали подъязычную кость Ну заглянем в рот мертвеца Ни крика, ни вздоха облегчения не раздается из темноты Здесь влажно Пахнет отвратительной сладостью Ни одно живое существо не истощает такого аромата Кажется, что тебя сейчас снова стошнит прямо в рот мертвеца Нет, ничего подобного Ты можешь это сдержать Ты можешь сдержать что угодно Ну тогда поглубже Тебе удается усмирить разбусовавшийся желудок Все, что нужно, это концентрация Ты видишь только темноту Мясо и темноту Там внутри таятся древние загадки, Кобо Спроси меня попозже Ну а там эти, как его, мертвые огни, как воно будут во рту у него По-моему они мертвые огни назывались На слизистые следы кровотечения Нетерпеливо повторяет лейтенант Он отпускает телюсти, телюсти И те захлопываются прямо перед твоим лицом Записать Гепатобилиарная система Нет сведений У меня нет даже сведений, что такое гепатобилиарная система Он вытирает выступающий пот Почему? Разве мы ничего не можем выяснить? Вы эксперт по гепатобилиарной системе? Он смотрит на труп со смесью усталости и отвращения? Я так не думаю Я тоже нет Я сейчас даже посмотрю в интернете, что такое гепатобилиарная система Заодно научусь говорить это слово часто Гепатобилиарная система Гепатобилиарная система Гепатобилиарная система Гепатобилиарная система Печень, желчные пузыри, желчные протоки Очень важна для здоровья человека Но видимо да, вряд ли мы там у него до печени доберемся И все Все Вписать нет сведений То же самое можете записать по токсикологии и сирологии Ну давай, блин, у меня времени мало Ладно, вписать нет сведений Блин, ну хочется спросить по обеим Если только в вашей голове внезапно не открылся бездонный источник знаний Сторонник стопроцентного прохождения во мне интересуется Нельзя ли еще что-нибудь сделать По регламенту нам полагается только один лабораторный тест И мы уже выбрали сперму Блин Ну надеюсь это не намек Хотя мне кажется это намек Но это забавно, не зря спросил Но кто бы сомневался, что эти выберут сперму А ничего, опять его глад... его трогает? Да че с этим? Мулькус не так А можем мы выбрать вместо этого токсилогический анализ? Это кажется логичнее Тогда внесите запрос Сможете узнать, сохранились ли в крови следы наркотиков или ядов Он смотрит на чудовищного кадавра Но на этом этапе эксперты вряд ли смогут что-нибудь найти Даже если он в них искупался Эй! Ну ё-моё! Я ж не хотел, я хотел только спросить Можно ли это сделать? Ну нет, извините Я переигрываю тогда Я хочу именно то, что у меня По медиуму было доступно Сейчас встретимся здесь же Ну вот, я снова здесь Не буду всё-таки менять запрос Да, лучше оставить всё как есть Это важнее Тогда оставьте Нет сведений Нет сведений Сердечно-сосудистая система Тело крайне синюшное Большое количество крови скопилось в кистях, стопах А также в области шеи Тип отёчности подтверждает версию с повешением Пищеварительная система Он облегчённо выдыхает при чувстве завершения осмотра Это последний пункт списка Он смотрит на образовавшуюся на земле лужу экскрементов И полужидкие остатки переваренной пищи в желудке Вуаля! Он коротенько нажимает на нижнюю часть живота трупа Записать, но опустить вуаля Записать всю фразу вместе с вуаля Ну дайте опустим вуаля Что следующее по списку? Пункт 3 Описание повреждений Посмотрим Он склоняет голову на бок Мы имеем Следы укусов Кровоподтёки на голове и груди И стронгуляционную борозду вокруг шеи Это три строчки Оставьте четвёртую для... Что по поводу повреждений, которые нанесли мы? Среды укусов Кровоподтёки Странгуляционная борозда А для чего четвёртое поле? А что по поводу повреждений, которые нанесли мы? О! Он выглядит изумлённым Мы, значит, нанесли? Ну ладно Я нанёс Значит Имеется след от болтореза Он замолкарит Я не стал бы об этом упоминать Чтобы не вносить путаницу Ну давай не давить Пойдём нашим излюбленным путём Который мы в предыдущий раз решили добиваться Повреждения Кивает он Следы укусов Лейтенант кивает На голове и груди имеются следы от укусов Эти повреждения нанесены птицами Консультация стоматолога не требуется Угу Длин, а у птиц есть зубы, а? По-моему, у каких-то точно есть Но, по-моему, не у всех А вы что думаете, офицер? Под описанием две ячейки В одной из которых нужно поставить отметку Предварительное заключение Является причиной смерти Не является причиной смерти Нанесена посмертна Ну это какие-то такие выводы странные Вон тут даже Этот скворечник есть Точно, его повесили просто на зиму Птичкам, как сало вешают Возле скворечника Ну перестарались немного Не является причиной смерти Согласен Следующее повреждение Кровоподтёки Итак На голове жертвы Имеется кровоподтёк от травмы Нанесённой после смерти Камнем Воспаление вокруг повреждённого места Отсутствует Нарушитель, проникший на место преступления Признался, что нанёс травму жертве Посмертно Туда интересно, что воспаления После смерти не будет То есть можно понять, что было А что было потом А скорость была вообще ёпта А также в том, что скорость была вообще Признание лейтенанта и его заслуг вызвало в Куна чувство глубокой благодарности Он даже замолк Записываем Голова и круть мертвеца покрыты запёкшейся кровью В местах бесчисленных попаданий камнями Под описанием повреждения две ячейки Может запишем, что является причиной смерти и посадим Куна? Его хотя бы посадить быстро Блин, ну я не хочу А мне интересно, что будет, если я это скажу Является причиной смерти Ничего подобного У нас с Куна тяжёлые отношения Я хочу его посадить Именно шо, дохуя является Солиц Эх, я Хочет сказать, что твои камни были не смертельными, Куна Ты что, будешь это терпеть? Я буду делать то, что захочу Сплёвывает он Уясни уже Блин, я реально могу отметить, что это причина смерти Не хочу Ладно, не является причиной смерти Травма нанесена посмертно Правда Так, дальше Сгонгуляционная борозда А, подожди, а для чего четвёртое поле? Да, так На всякий случай Блин Лан, сгонгуляционная борозда Тёмно-красная сгонгуляционная борозда Сгонгуляционная борозда вокруг шеи с разрывом в области затылка около 7 сантиметров Подъязычная кость раздроблена, шейный отдел позвоночника не повреждён Кровоподтёки на коже с обоих сторон от борозды, глубина 1 сантиметр Царапины от ногтей на шее отсутствуют А, то есть если нет царапин на шее, то значит он не пытался себя освободить, скорее всего Значит, вероятно, был повешен уже посмертно Я даже чё-то понимаю Записать Под строчкой две стандартные ячейки, одну из которых нужно отметить Голова мертвеца дёргается в сторону Он ожидает твоего решения Вокруг его шеи чёткая полоса Является причиной смерти? Не является причиной смерти Травма нанесена посмертно Слушайте, ну я ж только что об этом рассуждал Мне кажется, что не является причиной смерти Хм Лейтенант внезапно погружается в молчание Он глубоко задумался, не сводя глаз с ярко-красной полосы на шее мертвеца С чего вы взяли? Он склоняет голову на бок Это как-то связано со смертельными камнями, или вы серьёзно? Я серьёзно, думаю, он умер не от этого У него же руки-то не связаны, кстати, насколько я заметил И почему вы так думаете? Экстрасенсорные способности нафиг пока что Не могу избавиться от ощущения, что в момент смерти он был чем-то занят Почему у него не были связаны руки? Такой здоровяк Я бы связал его прежде, чем везти на виселицу Во, вот это моё Честно говоря, я не уверен, что на запястьях не было никаких следов Я немного выбыл из процесса Это вонь Он прикрывает рот рукой Но вы правы Я был готов объяснить причину смерти Но сейчас, считаю, объявить Что следует оставить это поле пустым Во всяком случае, пока Блин, а значит его надо было на яды проверять Ну ладно Ну а зачем мне тогда быть медиумом, если только медиумы доступна эта проверка? Он достает из кармана куртки плотный комок черного пластика Мешочек для трупов Давайте заканчивать Объявляю этот наружный осмотр завершенным Во-первых, как все в целом прошло Это был, он подыскивает правильные слова Не совсем обычный осмотр Нам не удалось установить причину смерти Что обычно является целью подобных исследований Но лично я не считаю это критически Критерием успешности Мы запросили лабораторный анализ гениталий Это было Дорегле Результаты будут готовы через пару недель, если нам повезет Но я бы не обольщался Я вот не помню, сколько здесь игра идет Но вряд ли пару-тройку недель Скорее всего, неделю она должна идти Иначе она будет вечной То есть нам это все равно не пригодится Что еще? Мы тщательно описали все повреждения на теле жертвы Что тут еще скажешь? Учитывая обстоятельства, это был очень профессиональный осмотр Ну ладно, ладно, описали Не описали повреждения на теле жертвы А то надо же это пописать, и все пройдет Что ж, отличная работа, месье детектив Может и выпьем по этому поводу? Может выпьем по этому поводу? Ну попозже, конечно А вот это меня, по правде говоря, беспокоит Он вытирает пот со лба Вы же знаете, что от выпивки умирают Вы хорошо делаете свою работу Нашей организации будет вас не хватать Давай же, соберитесь Думает лейтенант из 57-го участка Ну... И шо теперь? Мне нужна только копия бланка наружного осмотра И я повезу его в Субур О, он нас покинет прямо? Оторвать копию На экспертизу Лейтенант бросает на мертвеца еще один взгляд Затем смотрит на лист красной бумаги у себя в руке И снова на мертвое тело Я надеюсь, ты утром поедешь? Мы же должны сапоги-то спереть Он думает, не упустил или чего-нибудь Ты тоже смотришь на труп, склонив голову на бок Надо искать труп еще раз Низкие шансы Да, мне, кстати, объяснили в комментариях, что Какие бы ни были невозможные шансы Если внезапно выпадет Две шестерки То это будет успех Даже если это невозможно Если две единицы То это будет провал Даже если это невозможно Ну, здесь это так и написано Но это никак не объясняется Это как-то Как будто чем ближе к двойке, это плохо Чем ближе к двенадцати, это хорошо Подожди Да, я сохранюсь Мне что-то просто интересно А вдруг там будет что-то совсем неприемлемое Ну, давай, легендарно Кстати, не установили причину смерти Это мы правильно сделали Так, нам на это влияет восприятие, да? Вообще, восприятие нам полезно И мы его можем хорошо качать Давайте его качнем Я думаю, да А то мы все на мысли тратим Надо же все-таки и прокачиваться Хотя, с другой стороны, мысли нам дают как-то больше, чем просто прокачка Ну, что поделать Ну, уже 17% Ну, давай Легендарно Ты ощупываешь холодное тело жертвы Ноги и руки Торс с раздутыми органами Может быть, надо подойти к осмотру более тщательно? Снова заглянуть к нему В штаны Гениталии в штанах по-прежнему ничем не примечательны Ты видишь пенис муравь Муравья хотел прочитать Ты видишь пенис мертвеца Но картину ты уяснил уже в первый раз Может, если снова его потрогать В этом нет нужды Мы уже осмотрели гениталии Лейтенант выглядит заволнованным Вы думаете, мы что-то упустили? Ты не можешь отделаться от чувства, что эта мертвая плоть хранит еще какие-то секреты Чутье подсказывает, что этот труп раскрыл не все секреты Да, тут есть что-то, чего мы не видим Чутье подсказывает, что этот труп раскрыл нам не все секреты Ну что ж, видите, как посинела кожа? Это Ливар Мортис Он разлагается Если мы хотим снова обследовать тело, сперва надо его заморозить И сделать это надо побыстрее А он не может, ну, просто поваляться тут еще немного Если вы хотите, чтобы наша задача постепенно стала невозможной, то может, конечно В противном случае нет Он тут достаточно провалялся, ему нужен холод Ясно, и где нам искать морозильник? О! У нас же есть морозильник в библиотеке на втором этаже Послушайте, у него на лице появляется широкая улыбка А мы ведь видели под тем зданием саркофаг в виде огромного белого медведя? Он показывает сторону торговой зоны Еее! То, что надо Так вот, для чего нужен холодильник в виде белого медведя Ну, тут вы, конечно, преувеличиваете На самом деле, он не предназначен для хранения труб По крайней мере, я на это надеюсь Надо сперва на него взглянуть, убедиться, что внутри хватит места, прежде чем перетаскивать труп Продолжить Он закрывает блокнот и разминает шею Идемте С каждым часом снижаются наши шансы найти у покойного то, что мы ищем Интересно, если бы я его в первый день осмотрел У меня действительно было бы больше шансов Так Чтобы понять, что вы упустили Холодильник позволите сохранить подольше Спросите в танцах Фритта или может Укуна или других местных детей Проверьте, можно ли использовать холодильник в торговом здании напротив танцев Ну да, я думаю, вряд ли вы Фритта согласились бы нам помочь Может помойку его? Так, ну тогда, блин Но мне надо его сохранить Пойдем все-таки исследуем Потом я постараюсь еще поговорить с этим С курильщиком Потому что не уверен, что он останется на следующий день С тобой надо это обсуждать? Или ты вообще тут не при делах? Мы просто труп занесем к тебе и все Вы сломали заднюю дверь Вид у нее печальный, даже смиренный Обереги, дверь, ничего не осталось Темная психоэнергия теперь обоснуется в моем магазине Труп еще Крайние меры порой необходимы Полагаю, это конец Она сутулится, будто на плечи ей легла тяжелая ноша Видимо, выхода нет О чем вы? Это же просто дверь Просто дверь? Это место проклято, детектив Его не просто так прозвали проклятой торговой зоной Достаточно вдуматься, сколько компаний разорилось в этом здании Надеюсь, теперь вы довольны, что все разрушили Теперь дверь сломана, проклятие доберется и до меня Она закрывает глаза и начинает бормотать что-то над кулоном Проклято? Но я считал, проклятие не существует Ну естественно, вы ведь всего лишь полицейский Она расстроена, пожимает плечами По-моему, я думал, что я этой фразой ее Поддену Очень долго искал сензурный аналог слова подъебну Думал, его нет Ну здесь и так мат в этой игре Ладно, знаете что? Я готова разрешить вам осмотр проклятой торговой зоны Раз мы ступили на этот путь, мало что остается Так я уже исследовал Теперь она сбросила маску И под испугом проступила любопытство Но сначала скажите Вам удалось повстречать зловредную сущность? Ее глаза сужаются, когда она шепчет это имя Конечно же Сущность Ты закрываешь глаза Не видел, но ощутил ее присутствие Неужели? Ах, это она Тогда, видимо, это правда С тех пор, как я впервые увидел этот сгусток энергии в женском обличье Я подозреваю, что она связана с проклятием Вы видели, что она живет в дымоходе? Вы о том дымоходе, что является частью системы центрального отопления Я слышал, как оттуда доносились голоса Как можно жить в дымоходе? Там же нет места дымоход Ну, конечно Канал, соединяющий небеса и преисподнюю Теперь все сходится Ну да, я слышал оттуда голоса Да, говорят, он огромен Сущность заперлась наверху за каким-то металлическим экраном Бог знает, чем там занимается Полагаю, какой-нибудь жуткой магией Содрогается она Вы должны отыскать эту сущность и спросить, что произошло со всеми предприятиями в этом здании И прошу, возвращайтесь потом ко мне Мне не терпится узнать, что же она скажет насчет проклятия Если вам и правда так хочется разгадать эту тайну Надо вернуться к котлу Может, покричите в него, пошумите как-нибудь Вы же всегда что-нибудь придумываете Лейтенант не подает виды Но ему тоже хочется разгадать эту тайну Здорово У меня остались еще вопросы насчет проклятия Хорошо, только прошу, побыстрее Она косится на занавеске Духов лучше лишний раз не тревожить В чем проявляется проклятие? Это проклятие Лавреднее всего, что можно представить Эта зараза точит самое основание Женщина окидывает взглядом свой тускло Освещенный магазин И ее сотрясает дрожь Это проклятие финансового кризиса Она понижает голос до шепота Краха и банкротства И снова косится на занавеске Эти занавески только что колыхнулись Проблемы с финансами и все Я думал, речь о чем-то более паранатуральном Ага, Нед говорила У предыдущих арендаторов возникли проблемы с финансами Все не так просто, офицер Мы имеем дело с чем-то сверхъестественным Недобросовестным ведением дела Невдовлетворительными отчетами о доходах питаются Злые демоны С этим зданием что-то не так, точно говорю С тех пор, как я здесь обосновалась Меня преследует жуткое чувство, будто я здесь лишняя Хм, может реально та компания на втором этаже Это проклятие навела Знакомое чувство Странно Я тоже чувствую себя лишним Почему бы это? Неужели? Она прищуривается, пытаясь изучить твою энергетику Может из вас высасывают энергию темные силы? Вам не стоит долго задерживаться в магазине Вдруг это опасно? Почему вы сразу не сказали, что дело в проклятии? Проклятие не лучшая тема для разговора, не к добру это Негативное восприятие, содрогается она Это опасно Духи бездны гневаются, когда их обсуждают Такие духи могут оказаться серьезными противниками Готовься Вы обращались за помощью? Да, я не раз обращалась к парапсихологам и даже пару раз к медиумам Семенинцам Обереги мне достались от них Она кивком указывает на необычную безделушку в виде клетки, висящую на занавесках Обереги сдерживают потусторонние силы И защищают нас от той тьмы, что таится в глубинах здания Вот только боюсь, этого уже недостаточно Ваш кулон тоже оберег? О, этот? Нет, это специальный амюлет Охреняя Сердцевина кулона в ее руке переливается Охреняя охрая это цвет, господи Я думал тут и охренела, и охренела, и охраняя Действительно охреняя здесь Охреняя сердцевина кулона в ее руке переливается на свету Нет, это особый гемейский амулет Шаманы пустынного племени пигмеев наложили на него И заклятие привлечения тоже, чтобы привлечь покупателей в книжный В магазине работает множество заклинаний На книге, к примеру, наложено еще одно стимулирующее заклинание, кивает она Гарантированно повышает продажи на 15% А эти обереги на задней двери тоже семенинские Да, семенинцы изготавливают очень мощные и хитроумные обереги Здесь только такие бы помогли Ну ладно, у меня остались еще другие вопросы Правда, надеюсь, у меня их не осталось, потому что время тикает Да, у меня их не осталось, здорово Ну тогда пойдем все-таки включать обратно в розетку медведя Я надеюсь, ничто нам к этому не помешает Кстати, я восприятие немножко прокачал, может я что-нибудь новое увижу По-моему, это должно влиять на это Блин, мне хочется эту гантелью правильно поднять Может можно все-таки? Почему? У меня по-прежнему болит голова Ладно, я только что сохранился Давайте попробуем, если нет, то загрузимся Ну ладно, ладно Блин, да что у тебя такая целая сцена прописана на это? Может это важно действительно? Даже в эскейп нельзя выйти Ладно, это я так баловался Загрузить же, да? Ну тогда пойдем уже всерьез все-таки включать медведя и пытаться его того Может сначала надо его осмотреть, а потом включать? Потому что зачем его выключать вообще тогда? Так А, мне фонарик нужен, точно я забыл Так, фонарик Ну давай вместо пакета, по-моему, бутылок тут нету Да, сюда можно пройти Я только что-то уже абсолютно забыл, где это было Кстати, я могу еще раз с дымоходом, наверное, пообщаться, попробовать Так, ну во-первых, медведь Ким, что думаешь по поводу этого холодильника? Он выглядит достаточно большим даже для двух тел Намекаешь, что будет и второе? Очень своеобразный выбор Однако он достаточно большой и холодный Честно говоря, идеально подходит Осталось только подключить его Так, ну давай тогда подключим от него какие провода идут Вообще от него много проводов идет Но по-моему там объяснялось какой Кстати, мне еще интересно У нас уже постояла немножко размороженная эта штука Может быть достаточно? Так, нужно взять монтировку в руки, это я помню Да и просто попробуем, а вдруг Не, по-прежнему недостаточно надежная, жалко Ну ладно тогда Видимо, все-таки мне действительно нужна надежная Ладно Подключить... Подключить... А, оба кабеля отключены Ээээ, как мне понять теперь, какой кабель за что отвечают? Подключить толстый красный Ну, наверное, более толстый нужен на большого медведя Огромный электрический медведь выходит из спячки В его холодной утропе труп будет в целости и сохранности Отлично Теперь владельцам здания придется чуть больше платить за электричество, которым питается это чудовище Вернемся к холодильнику Я надеюсь, никто его не отключит просто так, эта тетенька не пойдет сама сюда То у нас очень ненадежное охранилище для трупа будет Теперь холодильник включен Ким, ты поможешь мне с трупом? Мне еще интересно было, что... Ну, наверное, игра знает, что мы уже трупы смотрели, а так я бы труп не достал еще Подключил бы заново кабель, а мне была бы эта фраза про труп Я немножко бы удивился Конечно Я возьмусь за голову, а вы беритесь за ноги Задача будет не из самых простых Но мы справимся Вы вдвоем? Да легко Хм... Интересно О чем мне все равно пришлось бы тогда просить этого? Ну что ж, за дело хлопнуть в ладоши Тело тяжелее, чем ты ожидал, и воняет сильнее На то, чтобы спустить его в подвал, уходит полчаса Затем еще 10 минут, чтобы уложить в холодильник Лейтенант отходит на шаг, чтобы восхититься проделанной работой Ну это какая-то абстракция уже А, ну вы, наверное, все-таки через черный ход его тащили, а то я чувствую, что эта тетенька не обрадовалась бы Прекрасно, произносит он, бытирая руки носовым платком Труп в холодильнике, выполненном в форме белого медведя Одно из лучших дел в моей полицейской практике Нужно будет потом пропустить стаканчик Ты это определенно заслужил? Может даже немного поддаться язычеству? Правда, считаешь, мы проделали хорошую работу Кстати, да, мне первый раз не электрохимия, а грубая сила советует выпить Что-то мне не очень верится, что ты так думаешь Нужно отпраздновать это языческими ритуалами, несите медовуху, будем жечь Это мне не верится, что ты так думаешь Ну еще бы Вы только посмотрите, что мы наделали Засунули труп в холодильник, выполненный в виде белого медведя Это должно остаться между нами Мне кажется, это выдающее все достижение, и люди должны знать об этом Мы сделали все, что могли, исходя из имеющихся у нас средств Да, я тоже не испытываю горлости по этому поводу, но мы все-таки нашли холодильник Это не полицейская практика, это искусство, мы художники, и мы так и видим Вот, я думаю, это так Если бы я был художником, мое видение было бы определенно другим Но я был бы намного, намного консервативнее в своей практике Ты еще на барабанах играешь Хотя это не точно И вон, я тебе софиты сделал, выступай давай По крайней мере, мы оградили труп от дальнейшего разложения Теперь вы можете провести еще один осмотр В контролируемой обстановке В мерзлой утробе медведя-холодильника стоит сутулившийся труп Он ждет О, уже лучше шансы Но все равно фиговенькие Мертвец, ответьте-ка мне на один вопрос О, слушай, новые вопросы Как тебе в холодильнике? Очень хорошо, братан Это просто твой звездный час Ты гений, настоящий Кополанджело В общем-то слово Микеланджело у меня никогда не ассоциировалось с тем, что там в конце Энджело У меня единственный знакомый Энджело, это Анджело Бодаламенте Который музыку к Твин Пиксу писал Ну ладно Когда мы проводили наружный осмотр, ты что-то говорил про древние тайны О, да, Кобо Милобо В зубах дареного коня дороги Следы до морских путей Зарыто древнее Да, но где именно? На расстоянии одного вдоха, мой дорогой Кобо Всего один вдох отсюда Ну, может быть Не знаю, о чем они Ну, пока достаточно Так, испытывал удовольствие, когда умер Ну, мне кажется, не надо было эту проверку делать Вряд ли он имеет в виду именно то, что он кончал Не, я его не отпущу Короче, я должен его внимательно осмотреть сегодня Потому что ночью, когда Ким пойдет спать, я должен снять с него сапоги Давай Надеюсь, все-таки повезет с первого раза и не придется четырить Не придется четырить, ура Ты протягиваешь руку и невольно зажмуриваешь глаза Становится темно Сквозь латок с перчатки ты чувствуешь холодную мертвую плоть Она у тебя под ладонью Что это? Опа, даже полезли Его лицо Щеки, нос Толстые распухшие губы Твоя ладонь в перчатке, словно резиновый паук, ползет по его чертам Стоит тишина Ну, давай засунем пальцы в ноздри Лицо так раздуто, что ноздри плотно закрылись Тебе придется как следует постараться, чтобы пропихнуть пальцы Ну, давай пропихнем, все-таки Тебе удается просунуть внутрь только мизинец Плоть поддается под нажимом, когда ты ковыряешься в хрящах Что-то выискивая Того, что ты ищешь, здесь нет Вылезай обратно, паук Ну, я думаю, надо продолжить с носом Я боюсь, я его оторву Дай засунем сначала в рот ему Ротовая полость холодная и влажная Распухший, как шар языка, еще держится на челюсти Безвольный и вялый, словно дохлый малюск Ты на верном пути Поиграть с языком Почему-то это кажется тебе правильным Язык свободно движется в ротовой полости Изнутри все покрыто влажной слизью Нежной даже через латекс Из рыхлой плоти прорастают зубы Твердые костяные жемчужины в деснах А в задней части рта Ты чувствуешь? Ты так близко Выломай ему челюсть, раскрой рот Посмотри Открыть глаза и посмотреть Лик черно-багровой смерти, раскуроченный твоими руками Скалившийся во все зубы Труп словно смеется Пары смерти поднимаются у него из глотки И там, в задней части рта Над виноградиной язычка Прямо в мягком небе Что же? Я сейчас это Угу Ты видишь едва заметное глазоотверстие Его радиус не больше 0,4 сантиметра И оно почти исчезло Закрытое вздувшимися тканями Края отверстия как будто потемнели Сказать Вот так, блядь Сказать Мне нравится этот внезапный мат уже Вот у Куна мне мат не нравится У него в мыслях мат всегда прекрасен Ага Соглашается лейтенант Продолжайте Ну давай осторожно коснемся его пальцем И вот интересно Откуда это 0,4 сантиметра? Это наверное что-то в дюймах такое правильное Но я не знаю на что делится дюйм Дюйм это 2,5 сантиметра 0,4 сантиметра это значит где-то 1,5 дюйма Из раны в глотку вытекает струйка черной жидкости Рассунуть палец внутрь Места хватает как раз для указательного пальца Ткани повреждены и тебе удается расширить тоннель мертвой плоти так, что помещается второй Проталкивая пальцы дальше, ты через отверстие во рту добираешься до мозгового ствола Мозгового ствола? Да, так называется этот отдел Ты видел схемы? Изучал их? Сначала прощупать все вокруг Базальные ядра, комковатые на ощупь То, что здесь прошло, разорвало на части его рептильный мозг Фанк Сол Браза, обитавший в затылке, ушел во тьму Навсегда Ну давай, мне даже уже интересно, чем мы там найдем протиснуться дальше Твои желтые пальцы проскакивают студенистые останки его лимбической системы Ты не чувствуешь сопротивления Слизистые структуры разрушены, повреждения уходят глубоко в оба полушария С завываниями лимбической системы покончено Все стихло Здесь полость Ровно между полушариями Ручка лейтенанта скрипит по бумаге Протиснуться дальше Твои пальцы вошли в черепную коробку трупа до конца Полость идет и дальше, но входное отверстие слишком узкое Чтобы в него могло пойти вся твоя рука Все мускулы твоего тела напрягаются Пора войти в него Блин, пробить дыру у него во рту, вкрутить руку Что значит пробить дыру у него во рту? Дай попробуем вкрутить руку Твои пальцы проникают глубже в его череп Кора головного мозга на ощупь как желе Холодное желе И странная жижа течет у тебя по запястью Потом ты нащупываешь это кончиком пальца Холодный как лед и зазубренный предмет Его металлические края Пропарывают латекс и режут себе пальцы За приливом адреналина ты почти не чувствуешь боли Прямо под черепной крышкой я нащупал твердый предмет О, блин, красная проверка Ну, наверное, мне еще добавится У меня и так техники ничего Вы можете? Вы можете достать его? Лейтенант что-то ищет у себя в карманах Сначала осмотреть череп Черепной крышке есть крохотная трещинка, выпуклость Прямо на затылке Похоже, что твой палец направлен прямо на нее Изнутри Предмет, который ты нашел Остановился у самого черепа в коре Оставив эту крохотную трещину в костяной крышке Выходное отверстие здесь Лишь только намечено Наклоняется ближе лейтенант Блин, но если я сейчас это провалю Это будет очень обидно Я даже переиграю Нет Ну что это? Давай Мне самому интересно Ты зажимаешь предмет между указательным и средним пальцем На ощупь это что-то острое и металлическое Ты напрягаешься, стискиваешь зубы И тебе остается только Прошептать Держу Чудно, дивно Где-то на фоне радостно возбужденно гудит морозильник Медленно вытащить пальцы Внутренность его головы холодная и гладкая, как перчатка Ты вытягиваешь руку, стараясь не упустить зажатый между пальцами приз И от напряжения пот стекает у тебя по лбу С чавкающим всхлипом изо рта трупа появляется твоя рука Садовая перчатка до запястья перемазана кровью Между пальцами зажато сокровище Крошечный свинцовый цветок Почему они так уверены, что я буду именно в этих перчатках? Потому что есть на технику проверка Потому что мне их выдали сразу перед трупом Пуля Лейтенант подставляет под нее пакетик с пометкой Вещественное доказательство Бросить туда пулю Е, мы правы Пуля падает в пакет, оставляя кровавый след на пластике Лейтенант подносит пакет глазам и говорит Калибр неизвестен, с натечками Калибр неизвестен, с насечками А не с натечками Какой-то хрупкий сплав, который разлетается при ударе Можно мне ее забрать? Конечно Она ваша по праву Лейтенант опускает пакет тебе в руку Он кажется легким Но я просто уверен, что экспертиза нам ничего не даст Она будет позже конца игры Нам надо дополнить список повреждений Он возвращается к блокноту Повреждение номер 4 Овальная входная рана с пояском осаднения Задняя часть рта Мягкое небо А, то есть ему в рот выстрелили А выходного отверстия не было, потому что пуля разрушилась, да? Хм Уж он сам застрелился Обычно в рот, по-моему, не застреливают Ну хотя с такой пулей могли, потому что такая пуля не пробила бы череп Поэтому надо было именно через рот Высокая скорость образования полости в тканях мозга Небольшая выходная рана на затылке Он с силой подчеркивает повреждения На что похоже? Похоже на рай Похоже на правду, ничего не говорить, просто кивнуть Ну что, а, ну что, похоже Ну давай просто-таки в нем Предварительное заключение является причиной смерти Я все еще не уверен Задумчиво посмотреть на руку Ну что, может так? У нас есть обширное повреждение тканей в области раны У нас есть пуля Так точно И последнее Ручка делает щелк-щелк Надо внести описание повреждения номер 3 С ингуляционной борозды Новое мнение Не является причиной смерти нанесено постмортем Манипуляция Манипуляция Как я уже говорил, манипуляция Это работа с телом после смерти Чтобы спрятать настоящую причину смерти заложенной В нашем случае Вот за этой Показывает он на отметину на шее трупа Странгуляционная борозда Раздробленная подъязычная кость Все это было манипуляцией? Да И ремень вокруг шеи, повешение Даже то, что его затащили во двор Все, что делали уже с трупом Труп Туруруруб Ты так думаешь? Согласен? Не слишком ли поспешно мы делаем выводы? Я согласен Я сомневался в первой версии с того момента, как вы показали мне следы Почему они принесли его, а не привели? Этому нет другого разумного объяснения Были и другие признаки Маленькие детали Мы были правы, когда не стали записывать повешение в причине смерти Преступники ждали от нас этого Но просчитались Мы не попались на их удочку С гордостью думает он Блин, ну по-любому кто-то, кого он изнасиловал Это сделал, потом подговорил Я, кстати, почти уверен, что именно это Которая Садовница-юрист И, соответственно, уже потом подговорила этих парней Харди А может и не Харди Кто мог такое сделать? Нам это предстоит выяснить Но это немного упрощает нам задачу Зачем это было нужно? Чтобы что-то скрыть? Настоящего убийцу? Настоящий мотив? То, что на самом деле здесь случилось? Мне помыться О, кивает он Это точно Я рад, что вы об этом заговорили В нашем номере в танцах в трепье должна быть ванная Обязательно воспользуйтесь ей вечером Блин, а мне надо чинить ванну, чтобы она заработала Я помню Может, получится Может быть, пуля даст нам больше ответов? Да Мы должны внимательно рассмотреть ее Я уверен, что она способна нам что-то рассказать Этот маленький кусочек металла может многое рассказать об оружии, из которого стреляли Ну, что теперь? Упакуем тело в мешок для трупов и положим в багажное отделение моей кинемы Я могу сам отвезти его в лабораторию на вскрытие, но тогда меня не будет до конца дня Тебя не будет? А чем мне тогда заниматься? Может вести следствие? Или заняться личными делами? Постарайтесь только не затевать, ничего слишком опасного В таком районе полицейскому хорошо бы ходить с напарником Я, кстати, почитал еще, да, что когда он с Кицурагем, шансы вообще выше что-то сделать Правда, до конца дня у нас осталось 40 минут, можно счетырить в этом плане Но блин, я не хочу, чтобы ты его забирал, я хочу ботинки Забери его завтра Этот выбор я предоставлю вам Да, еще кое-что Он глядит себе прямо в глаза Отлично сработано, детектив Вел дан, Тернер После упаковки трупа лейтенант Кицураги покинет вас до следующего утра Вы сможете заняться побочными заданиями или даже основным Но это будет сложнее Планируйте наперед Так, давай-ка пока что Сохранимся Я проверю, что с ботинками, прямо когда он рядом Кстати, да, вопросы еще есть, нет вопросов Пытаться снять ботинки Я думал, мы решили оставить это дело эксперту Будем превращать все в цирк Короче, не Отвезешь ты труп, я думаю, завтра Ближе к вечеру Пока что мы с тобой попрощаемся Ты пойдешь спать А я спионерю ботинки Будем потом расследовать дело, кто украл ботинки Тебе будет интересно это все Ну, правда, я же должен буду ими пользоваться Так что вариантов-то не будет Ну ладно, я думаю, все-таки так Ну и на этом логично А, ну я хотел осмотреть еще вот это Бау Не, давайте сделаем это в следующей серии Хотя будет логичное начало серии И сразу что-то будет Я даже загружусь отсюда Снова Пока что это был Курящий из окна Спасибо за просмотр Смотрите, подписывайтесь Донатите, пожалуйста, по возможности Это приятно, полезно, недорого Приятно До свидания Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok